Итак, посылочка из Китая прибыла. Давайте посмотрим, что здесь. О, смотрите, какая прикольная коробочка довольно-таки. Смотрите, интересная. Довольно стильно. С любовью из Китая, как говорится. Такие, кстати, обычно не заморачиваются китайцы, в обычную кладут. А тут, гляньте, такое прям какое-то клеймо. Довольно стильненько прилепили. Конвертик открылся. Давайте смотреть. Здесь должны быть часики. Так, где же они? Опа! Тут название фирмы. Немножко грязная коробка какая-то. Ну, китайцы, что с них взять? Так, давайте смотреть. Задену привычные перчатки. Что-то мне для обзоров гораздо удобнее в перчатках это все делать как-то привычнее. Смотрите, вот такая коробочка. Опа! И мы видим пленочку такую. И здесь у нас на подушке есть вот такие вот китайские часы. Кстати, довольно интересно сделаны. Скажу так, что это подделка под довольно известный бренд Zero Watch. Вот, ну, честно скажу, конечно, визуально выглядят они вот так вот почти как оригинал. Вот я сейчас покажу. Вот здесь вот как выглядят оригиналы. Мне было интересно посмотреть. На самом деле у меня есть оригинальные часы от этой компании. Вполне интересно посмотреть, как делают Китай. Вот эту штуку мы с ней. Какой-то вот их фирма. Здесь меняется цвет. То есть можно определить, сколько время по вот этим вот двум стрелочкам, которые меняют на самом деле еще свою яркость. Вот такие вот характеристики у нас. Кажется, немножко пошире они идут. Ремешок такой довольно плотный. Ну, я оригинальный содержал. Конечно, они немножко по-другому выглядят. Потоньше. Ну, в принципе, копию сделали довольно прикольную. Вот тут даже замотали, чтобы не поцарапалось ничего. Вот это фирма Zero Watch. Довольно известный бренд. И так по цене, конечно, не сравнится с китайцами. Вот, например, у меня есть оригинальные часы. Здесь это Orbit называется. Планеты, которые крутятся. Вот тут, видите, даже есть лейбл непосредственно на ремешке. Они сменные ремешки здесь. Сменить ремешок можно стандартно, да. Но из самого этого не достаются часы. Обычно, знаете, сейчас покажу, какой это фирма сделана. Здесь они могут доставаться. Смотрите, оп. Можно менять на другой цвет, на другой какой-нибудь ремешок. И вот так вот они выглядят сами по себе. Довольно прикольно. Вот. И довольно тоньше, если сравнивать с этими. Хотя, визуально вроде как бы почти незаметно. Хотя по размерам однозначно. И вот они вот так вот размещаются назад, вставляются. Да. Вот, чтобы правильно попасть. Там, где пазик для выставления времени. Они все на батарейках идут. А эти идут на батарейках, а эти тоже на батарейках. Сейчас попробуем размотать. Вот я снял пленочку. Посмотрите, как они здесь выглядят. И попробуем покрутить, чтобы вы увидели, как меняется цвет данных часов. Смотрите, довольно интересно. Сделано за счет, ну, так по-моему, дисков цветовых. Довольно креативно. Не сильно дорогие такие часы. Тем более, там постоянно какие-то скидки, распродажи. Ну, конечно, от оригинала очень сильно отличаются. Ну, визуально нормально. Может, что-нибудь придумаем с этими часами. Мне было интересно реально глянуть на них, как они выглядят. И, может быть, пару раз надену, посмотрю. В формате, насколько тяжелые. Ну, хотя довольно легкие. Довольно легкие. Металл. Я периодически что-то заказывал. У меня есть для... Вот подобный ремешочек для часов вот таких вот. Ну, электронные часы, которые замеряют ваши шаги и дают дополнительную информацию. Это больше как дизайнерские, как такое, знаете, чисто посмотреть, как прикольно, стильно, там, креативно. Ну, короче, дизайнерские часы, что сказать. В них информации дополнительные и нет. Ну, довольно интересно. Запаковали. Коробочка. Что там больше у нас, наверное, ничего нет. Что-то на дно положил. А... Все, окей. Спасибо, ребят, что посмотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok